Приветствую вас в крайней комнате. В этом видео будет любовное гадание для мужчин и для женщин. Для тех, кто одинок и для тех, кто страдает в отношениях. Неважно, есть у вас часть партнер или нет, карта Ленорман подскажет вам, как стать счастливым в любовной сфере. Я буду использовать две колоды Ленорман, и на каждой колоде я сделаю по два расклада – женский и мужской. Вам нужно просто выбрать колоду, которая вам больше нравится. Колода поменьше или колода побольше. В описании к видео я добавлю временные коды, когда начинается каждый расклад. Сейчас, пока я буду перемешивать карты и раскладывать, вам нужно максимально отпустить все мысли и все ощущения. Полностью освободиться от прошлого. Просто забыть о любом негативном опыте, который был у вас. Забыть просто на несколько минут. На минут 10 или 20. Почувствовать себя свободно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Не думайте о том, что если этот расклад в открытом доступе, значит здесь будет мало полезной информации для вас. Я делаю расклады и лично. Но я знаю, что общие расклады помогают не меньше, чем личные, а иногда даже больше. Просто высшие силы общаются с нами через случайности. И в этом заключается самая главная причина, почему карты говорят правду. Карта готова и начнем с первого расклада женского. Откроем центральную карту. Эта карта самая главная. Она рассказывает о том, насколько вероятно вам сейчас встретить любимого человека или стать счастливым. Здесь выходит первая карта — всадник. Очень скоро вы станете счастливым в любви. Об этом говорит эта карта. У вас нет негативных программ. В данный момент вы действительно максимально освободились от любого негатива и вообще смотрите на жизнь так, как будто бы вы очень молоды. Это говорит о том, что вы молоды душой. И неважно, сколько вам лет. Вы просто открыты ко всему новому. И ваше сердце, оно забыло, как ему причиняли боль. То есть вы способны полюбить еще раз или способны свою любовь развить, раскрыть ее максимально. Карта всадник очень важная. Давайте посмотрим, что зависит от вас еще. Здесь выходит карта башни. Но эта карта говорит о том, что у вас вообще карьера должна быть иногда на первом месте. Вам нужно реализовываться, самореализовываться, потому что эта карта карьерная. И она выходит внизу. Возможно, в прошлом вам, наоборот, карьера мешала стать счастливым в семье. И, наверное, это было связано с тем, что высшие силы пытались вас смотивировать больше на работу, чем на любовь. И они хотели, чтобы вы в карьере стали более успешными. Так, видимо, нужно было, если был действительно такой опыт. Если у вас не было вообще никаких карьерных достижений, либо вы не гордитесь собой в карьере, это первое, на что вам нужно обратить внимание. Не заботиться о любви, но заботиться о своей карьерной сфере. Это самое важное, потому что эта карта выходит в позиции то, что зависит от вас в любви. Давайте откроем верхнюю карту. Она расскажет о том, что от вас не зависит и что даётся вам от высших сил в сфере любви. Здесь выходит очень хорошая карта. Карта сильных глубоких чувств. Это карта рыба. Это карта очень глубинных чувств. И я вижу, что вы должны продолжить род, если у вас ещё есть такая возможность. Если у вас нет такой возможности, вы можете просто создавать что-то прекрасное, то есть творить какие-то шедевры. Это творчество. Рождение ребёнка, воспитание его — это тоже творчество. И если нет возможности родить ребёнка и воспитать, вы можете заняться таким другим творчеством для того, чтобы реализовать свой творческий потенциал. Но вообще, если вы давно хотели ребёнка, но что-то не получалось, и в принципе у вас нет ограничений, то вот эта карта говорит о том, что у вас будет ребёнок обязательно. Это то, что вам даётся от высших сил. Высшие силы вам хотят подарить душу человека, которого вы должны привести в этот мир. Давайте откроем вот эти две карты, они расскажут о ваших качествах характера. Здесь выходит карта дерева. Очень мощная связь с родом. Карта птицы. Общение с родственниками. Я здесь вижу общение с родственниками. Карта дерева очень-очень семейная. И я вижу, что от своего рода вы должны взять только самое лучшее в плане семьи, в семейном плане. Если ваши родственники не умели правильно вести себя в семье, может быть, они выращивали, ну, растили точнее людей в плохой обстановке, то есть у них была плохая модель семьи, то вы должны это исправить, потому что вы именно тот росток, который даст дереву новую жизнь, который преобразит дерево. Как бы новая ветвь у этого дерева. Птицы говорят о разговорах. Вам нужно общаться с вашими родственниками или с вашими родителями. Причём не важно, как общаться. Иногда нет возможности поговорить с родителями по той или иной причине. Они просто могут быть не рядом сейчас. Но вам нужно с ними общаться, как бы там ни было. Общаться мысленно, общаться реально. Так, как вы можете. Всегда поддерживать связь. Поддерживать связь со своими родственниками и показывать им пример. Вы должны быть примером для других своих родственников, потому что вы на самом деле действительно обладаете уникальными качествами создания счастливой семьи. Потому что вот эта карта дерева — это и есть семейная карта. Я очень рада у вас её здесь видеть. Я чётко вижу у вас продолжение рода, потому что здесь вышли рыбы и вышло дерево. Давайте откроем карту вашего партнёра. Что это будет за человек? Или какие качества должны быть у того человека, с которым вы сейчас? Здесь выходит карта звёзды. Этот человек должен исполнять ваши желания. То есть он должен быть, как из вашей мечты. Вот такой человек будет. Прямо вот такой, как вы его себе представите, с теми качествами прекрасными. И карта корабля здесь вышла. Этот человек может быть из-за границы, либо из другого города, как минимум из другого региона. Корабль и звёзды. Человек очень счастливый. Возможно, даже по карьере счастливый. Но он как звёздочка. То есть там, где он появляется, начинают исполняться желания. Там, где он появляется, всё превращается в сказку. Это действительно человек очень сказочный. Я здесь вижу, знаете, такой прям образ мужчины сказочного. Как вот девочки представляют себе, когда они маленькие. Вот такой образ здесь идёт, потому что идёт всадник, затем звёзда, и затем корабль. Как будто бы какой-то принц. Ну, не обязательно заморский, да, и с другой стороны. Хотя такой вариант возможен, потому что корабль. Но человек может быть издалека. Либо он как будто бы не от мира сего. То есть он очень талантливый, он очень добрый. И у него отсутствуют качества какие-либо негативные. Как жадность или скупость. Этот человек устремляется к звёздам. Здесь действительно такой сказочный образ. Поэтому я не зря так говорю. И то, как вы себе представите своего человека, таким оно будет. Я здесь не вижу никаких блокировок у вас. Абсолютно не вижу никаких блокировок по любви. Если у вас что-то не получалось в прошлом, в любви, причина только вот в башне, в том, что вам нужно в первую очередь построить свою карьеру. И заботиться о том, что вы делаете. Какую пользу вы приносите этому миру. И только потом у вас будет счастье в любви и в семье. Но в целом я не вижу у вас никаких блокировок. Такой расклад здесь получился. Сейчас перейдём к мужскому раскладу. Такой расклад. Откроем центральную карту. Здесь само сердце выходит. Эти карты очень счастливо предсказывают. Как для мужчины, так и для женщины. Здесь сердце — это любовь. Вам гарантировано счастье в любви. Именно взаимность. Когда вы как одно целое, мне кажется, вы очень будете похожи с той девушкой, с которой вы свяжете свою жизнь. Вы с ней будете просто как две половинки одного сердца. Карта очень счастливая. Давайте откроем прошлое и то, что зависит от вас. Здесь вот выходит карта, которая называется «Развилка». И это выбор. Возможно, такая ситуация, что вы не можете выбрать между двумя или несколькими женщинами. Либо когда вы встречаете определённую женщину, вы в ней видите как недостатки, так и её достоинства. И вам сложно выбрать, стоит ли с этой девушкой быть. Потому что вначале кажется всё прекрасно, всё хорошо, но вы не умеете сглаживать недостатки других людей. Может быть такая ситуация, что вы слишком придирчивы. Вот об этом говорит «Развилка». И это зависит от вас. Вам нужно сделать правильный выбор. На самом деле идеальная женщина, она существует. И идеальная женщина — это та, в которой и недостатки её вам будут нравиться. Вот это для вас идеальная женщина. Давайте откроем верхнюю карту. Она расскажет о том, что даётся вам от высших сил, и что от вас не зависит. Здесь выходит «Собака». Это карта верности. Вам будет дан очень преданный партнёр. И самое главное, что вам нужно ценить в девушке, это верность, это преданность. Это способность её вас поощрять и быть рядом с вами всегда, просто надёжным другом. Здесь я вижу очень сильную любовь. Потому что сердце и собака — это очень преданная любовь. Когда для вас девушка не просто любимая, не просто в постели для вас шикарна, но она для вас и друг также. То есть вам не нужно будет даже с какими-то мужчинами общаться, слишком часто убегать из дома и уходить к друзьям. Вам это просто не нужно будет, потому что здесь я вижу именно девушку, которая для вас будет другом. Но «Развилка» внизу говорит о том, что вам будет сложно её выбрать. Давайте откроем качество этой девушки. Что это будет за девушка? Здесь выходит карта гроба. У неё тяжёлое прошлое. И карта Аисте. Но я здесь так же, как и в предыдущем рассказе, вижу очень скорые отношения, потому что Аисте и сердце прямо посередине. Аисте ближе к сердцу. Эта девушка, она много путешествовала. Я не могу сказать, что она из-за границы, но она много путешествовала, потому что Аисте здесь. И гроб говорит о том, что у неё были очень тяжёлые отношения. Может быть, даже есть какие-то серьёзные проблемы в жизни. То есть вы будете помогать. Вы будете её спасителем таким, который её вытащит из этих сложностей, из гроба, из ямы. Может быть, из долговой ямы. Может быть, из ямы её такой заниженной самооценки. Вот это у неё может быть. Это может быть её минус, когда она себя недооценивает, потому что гроб рядом с Аистами. Она на самом деле прекрасная девушка. Она может быть счастлива в любви, но она себя недооценивает. И на то может быть очень много причин. Это могут быть проблемы финансовые, это могут быть проблемы с работой или проблемы какой-то внешности. Но на самом деле с внешностью у людей не бывает проблем. Там бывают проблемы в голове. И из-за этих проблем формируются проблемы с внешностью. Потому что человек неправильно к себе относится. Давайте откроем вашу карту. Ваше качество характера. Карта якорь. Но она чётко показывает на то, что вам нужно быть постоянным. Потому что здесь была разбилка. И она говорила о том, что вы склонны часто разочаровываться в девушках. Вы склонны видеть в них проблемы. И вам нужно быть более постоянным. Вот о чём говорит карта якорь. И, кстати, гроб здесь показывает, что высшие силы специально дадут вам девушку с проблемами. Для того, чтобы вы научились недостатки любимой сглаживать. А не обращать на них слишком много внимания. Карта сад говорит о том, что вам нужно быть более открытым. Вот каким вы будете, когда встретите свою любимую девушку. Или когда станете счастливым в любви с вашей нынешней партнёршей. Тогда, когда вы будете открыты по саду. Когда вы обретёте внутреннюю гармонию. Когда вы будете довольны собой. Если вы находите недостатки в других девушках, вам кажется, что они какие-то не такие, значит, есть недостатки у вас. И они могут быть прямо такими же, как у этих девушек, либо прямо противоположными. Карта якорь говорит о том, что вы станете постоянными. Вы станете очень постоянным мужчиной. Постоянным, ответственным. И внутри вас будет гармония. Гармония и общение. Вам нужно общаться. Больше быть открытым с другими людьми. Пытаться найти в людях совершенство. Вы стремитесь к совершенству. И в первую очередь вам нужно достигнуть совершенства внутри себя. И вам будет дана очень счастливая девушка. Здесь по центру идёт карта любви. Поэтому я вижу, что вы будете счастливы в любви. В любом случае у вас будет очень верная любовь. И самое главное — это преданность вашей девушке. Она будет вам очень-очень предана. Вот такой расклад здесь получился. Кстати, если вот развилка также может показывать на то, что могли быть измены в прошлом. Из-за этого вам больно. И значит, над этим нужно поработать. Значит, нужно внушить себе, что не каждая девушка изменяет. Не каждая девушка бывает неверна. Или если изменяли вы, просто сделайте себе такую установку, что вы, допустим, изменяли, потому что такие были обстоятельства. Но это не ваша вина. Такой расклад получился. Сейчас я перейду к следующему раскладу, женскому, на больших картах Ленорма. Откроем центральную карту. Здесь выходит карта Луна. Карта Луна говорит о том, что не скоро вы можете встретить любимого человека или стать счастливой в судьбе, в своей любви. Потому что есть очень много проблем в прошлом. И проблемы эти могут быть даже генетические. То есть те, которые передаются по роду. Ну, генетические — это более такое научное название. А в эзотерике больше принято говорить «проблемы по роду». Проблемы по семье. Если ваша мама или ваша бабушка, кто-то из родственников, не был счастлив в любви, это могло вам передаться. Либо это очень глубокие психологические травмы. Вот что я здесь вижу по карте Луна. Давайте откроем нижнюю карту. Что зависит от вас? От вас зависит Солнышко. От вас зависит просветление. Солнце — это противоположность Луны. От вас зависит то, как вы пролечите свою психику, пролечите свои травмы психологические. Я вижу по Луне, что у вас есть психологическая травма либо проблема, которая передается по роду. Но в ваших силах эту проблему осветить и таким образом избавиться от неё. Солнце — это исцеление вашей Души. Давайте откроем верхнюю карту, что не зависит от вас, и то, что даётся вам от высших сил. Здесь выходит гора. Очень много испытаний вам даются от высших сил. Высшие силы вам не дают лёгкий путь. Они не хотят, чтобы вы шли лёгким путём. Они вам дают очень много препятствий, очень много испытаний. Эта карта может говорить о том, что ещё некоторое время вам нужно побыть в сложных отношениях. Если в данный момент вы находитесь с человеком, который вы точно знаете, что он вам не по судьбе, но по какой-то причине вы не можете с ним расстаться. Эта карта говорит о том, что потерпите некоторое время. Либо если вы сейчас одинокий и вам больно, эта карта также говорит о том, что вам нужно просто эту боль пережить, перетерпеть, отдать ей какую-то часть своей жизни, какую-то часть своего времени. На протяжении всего этого времени вам нужно просто лечиться по карте Солнца, излечивать свою Душу. Я имею в виду, конечно, излечение Души. Потому что здесь, в первую очередь, проблема идёт на энергетическом уровне. И почему вам высшие силы ставят блокировку, такое вот препятствие, испытание? Потому что только пройдя это испытание, это препятствие, только разблокировав вот эту блокировку, вы сможете понять, что вам действительно нужно в Любви. Потому что сейчас вы чётко не понимаете, что вам необходимо. Может быть, у вас есть какие-то общие шаблоны, но они вам не подходят. Вам нужно понять, что именно вам необходимо в Любви. И для этого нужно очень глубоко погрузиться в себя по карте Луна. Давайте откроем ваши карты, вашего характера. Какой у вас должен быть характер? Ну, здесь выходит мужчина. Ух ты, как интересно! Эта карта мужская, она говорит о том, что вам нужно в первую очередь свой характер сделать более твёрдым, более сильным. Но также эта карта говорит о том, что вы подстроите свой характер под своего партнёра. Следующая карта. Ребёнок. Как интересно получается. Да, вы сможете подстроиться, но в то же время вам нужно быть лёгкой. По ребёнку абсолютно новый характер, новые качества, новые привычки. То есть переписать свою жизнь заново. Может быть, вам это сложно будет, потому что вы привыкли жить по определённому образцу, привыкли жить по определённым шаблонам, и вам сложно что-либо перестраивать. Но ребёнок здесь чётко говорит, что для того, чтобы вы был мужчина, вам нужно всё начать заново, как будто бы заново родиться. Может быть, прическу поменять, может быть, имидж, может быть, поменять что-то в своей квартире, либо вообще поменять место жительства. Но вы должны как будто бы родиться заново, просто стать новым человеком. Если вы что-то давно хотели поменять, сейчас самое время для этого. И мужчина также говорит о том, что вы подстроите свой характер под мужчину, который будет рядом с вами. То есть вы должны быть такой мобильный, вот как ребёнок, который готов принять новую информацию. Когда вы встретите вашего партнёра, чтобы вас не пугало ничего в нём, чтобы вы просто подстроились под него. Сейчас откроем карты вашего партнёра и посмотрим, что же это за человек. Снова выходит гроб. Видите, блокировка. То есть гроб идёт ближе к центру. Это говорит о том, что пока вы не переродитесь, со стороны вашего любимого человека будет стоять блокировка. Он не придёт к вам, пока вы не станете новым человеком. Пока вот вы не проснётесь и не скажете себе, сегодня я абсолютно другая, не такая, как вчера. И касаясь здесь также очень тяжёлая карта. Вы знаете, этот человек, он очень далеко от вас. И по времени, и может быть даже по расстоянию в данный момент. Но вы можете это время сократить, и это расстояние тоже можете сократить. Потому что у вас внизу солнце, это исцеляющая карта. Вы можете исцелить себя. Я здесь вижу действительно очень тяжёлую ситуацию, связанную с прошлым, с вашим. Но что можно сказать о вашем партнёре? Вот у него гроб и коса. Возьму ещё раз эти карты. У него тоже судьба непростая. Но смотрите, вот эта коса, она говорит об избавлении, о том, что он как раз-таки своё прошлое хочет обрубить. Коса прямо смотрит на гроб. Он тоже обрубит своё прошлое и тоже придёт к вам, как будто бы заново родившийся. И чем быстрее вы покончитесь с прошлым, тем быстрее покончит и он, потому что вы связаны. Вы связаны на глубинном уровне, об этом говорит Луна. Между вами очень сильная связь. Вы чувствуете друг друга на расстоянии, даже если вы не знакомы ещё. Но если вы знакомы, то здесь, конечно, очень тяжёлое отношение у вас с этим человеком. Но вам нужно постараться переродить себя и тогда переродится ваш партнёр. Просто оставить прошлое в прошлом. И начать жизнь с нового листа. Такой расклад здесь получился. Сейчас перейдём к мужскому раскладу. К последнему. Откроем центральную карту. Здесь выходит карта рыба. Вот уже второй раз повторяется карта рыба. У нас повторялась карта гроб и повторяется карта рыба. Это очень глубокие чувства всегда. Она всегда показывает карта рыба. И также это рождение ребёнка, это беременность. Здесь я вижу в центре, что ваше отношение, ваша любовь, ваше счастье в любви, оно напрямую зависит от того, будут у вас дети или нет. Вам нужно, чтобы были дети ваши или другие дети, неважно. Но вам нужно продолжать род. Если вы можете это сделать, не отказывайтесь от этого. Никогда не говорите, чтобы ваша девушка сделала аборт. Потому что ваш ребёнок, это будет ваше счастье. Давайте откроем карту, что зависит от вас. Здесь птицы. Это разговоры, это налаживание связей, это общение. От вас зависит, как вы будете общаться с вашей девушкой. Если вы ещё с ней не знакомы, от вас зависит, как вы с ней познакомитесь. Вы можете с ней познакомиться тогда, когда вы будете открыты к общению. Если вы уже знакомы с этой девушкой, от вас зависит, какие будут разговоры между вами, как часто вы будете ссориться. От вас это полностью зависит. Как вы говорите. То есть всегда конфликт продолжает, или, как сказать, эскалация конфликта, она происходит по желанию обоих сторон. Несмотря на то, что иногда говорят, вот одна сторона агрессор, а вторая нет. Нет, вторая, значит, принимает эту агрессию. Поэтому здесь чётко видно, что от вас зависят разговоры, от вас зависит общение и то, как вы будете общаться со своей любимой девушкой. Рыба здесь сверху, птица показывает, что общение должно быть очень глубокое и основанное на чувствах. На глубоких чувствах, а не на тех чувствах, которые возникают спонтанно. Что зависит не от вас, а от высших сил. И то, что даётся вам от высших сил, это женщина. Вам от высших сил даётся девушка по судьбе. Одна девушка, потому что девушка выходит сверху рыбы. Рыба — это глубокие чувства и сверху здесь женщина. Вам одна женщина даётся по судьбе. Уже больше не будет такого, что вы будете менять партнёров, что вы будете, может быть, разводиться, если вы были разведены. Я здесь вижу именно одну женщину вам на всю оставшуюся жизнь. И это женщина, которая сделает вашу жизнь очень счастливой. Очень хорошая здесь карта вышла. Эта карта вам даётся от высших сил. Вы не можете повлиять на свою женщину так, чтобы изменить её полностью, изменить её мировоззрение. Вам не нужно этого делать, потому что, видите, она выходит в позиции, что от вас не зависит. Не пытайтесь поменять её, но пытайтесь её полюбить, потому что она даётся вам от высших сил как подарок судьбы. Давайте откроем качество этой девушки, посмотрим, какие у неё качества. Прекрасное качество. Это дом. У неё качество хозяйки. И развилка. Вот развилка выходит ближе к центру. Я вижу, что девушка может быть переборчивой. Вот здесь такой смысл. Она может быть переборчивой, либо она может выбирать, где ей жить. То есть, возможно, такая ситуация, что у неё будет своя квартира, а у вас своя, и возникнет, может быть, спор о том, где лучше жить, у неё или у вас. Такая может возникнуть ситуация. Если у вас уже такое было, то просто эта ситуация может повториться, и вы уже знаете, как из неё выходить, потому что у вас есть опыт. Также эта карта говорит о том, что девушка может выбирать между вами и другим мужчиной, но вам не нужно бояться этой конкуренции, потому что девушка вам даётся сверху, от высших сил. Она даётся вам по судьбе как подарок. Если у вас сейчас есть конкурент, есть соперник, не бойтесь этого. Соперник, наверное, более правильное слово. Не бойтесь, потому что вы победите. Вам женщина даётся свыше, а ему она не даётся. У него будет другая женщина. У вашей девушки очень прекрасные качества хозяйки. Вот как вы её можете узнать? Она просто ваш дом превратит в дворец. Несмотря на то, какой там ремонт, неважно, она просто там наведёт порядок раз и навсегда. Девушка очень хозяйственная и, возможно, хорошо готовит. То есть у неё все качества прекрасной хозяйки. Давайте откроем ваши качества, чтобы узнать, что вам необходимо. Но здесь медведь. Это карта защитника, и эта карта очень мощная, мужская. карта идеального мужского характера. И крысы здесь выходят. Ну, смотрите, какая ситуация. Вот медведь смотрит на мышей. Я вижу, что у вас в окружении есть люди, которые вам мешают, которые мешают вашей жизни сделать счастливой. Вы этих людей, скорее всего, узнаете. Либо узнаете в ближайшем будущем, потому что медведь смотрит на мышей. То есть медведь мышей победит. Медведь знает, кто эти люди, кто мышь, кто ему пакостит, кто у него ворует там еду, да, с кухни. Ну, это так вот образно выражаясь. То есть он знает, кто мышь в его доме. И от этих людей вам нужно избавиться обязательно.